Добрый вечер, в эфире Вести Крачаева-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня в Черкесии прошло мероприятие, посвященное памяти выдающихся государственных и общественно-политических деятелей Крачаева-Черкесии Николая Лыжина и Магомеда Баташева. Они внесли неоценимый вклад в становление и развитие своей родины. Магомед Абдурзакович Баташев занимал должность председателя Крачаева-Черкесского облсполкома с 1964 по 1979 год. Николай Михайлович Лыжин с 1961 по 1968 год работал первым секретарем областного комитета КПСС КЧАО. В церемонии возложения цветов к памятникам приняли участие премьер-министр Мурат Аргунов, спикер парламента Александр Иванов, а также члены правительства и парламента республики. Светлая память о выдающихся людях будет жить в памяти народов, отметили собравшиеся. Род Баташева и все население помнят о нем и чтят и не забывают. Сегодня один из таких моментов, когда и руководство республики в лице правительства, парламента, руководство республики почтили память, пришли к памятнику, возложили цветы. И спасибо им за такую организацию, за такое отношение к памяти тех людей, которые внесли огромный вклад в развитие нашей республики. В региональном отделении общественной организации Всероссийского общества слепых подготовили праздничный концерт, организовали его ко дню победы в Великой Отечественной войне. О том, кто стал важным и значимым гостем праздника и о настроении собравшихся, расскажет Альбина Ламкова. Вот 77 лет стукнуло, как наша героическая Красная Армия одержала сокрушительную победу над фашизмом и японским милитаризмом. Главная ударная сила – это была Красная Армия. Такой народ можно победить, когда буквально на третий день после начала войны появилась песня «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Главным почётным гостем праздника стал ветеран Великой Отечественной войны Хамид Канаматов. Он прошёл всю войну и защищал нашу страну и весь мир от фашизма на самых передовых линиях фронта. Имеет многочисленные награды. Министр труда и социального развития республики Руслан Шаков пожелал Хамиту Абуловичу крепкого здоровья. Я думаю, вы в курсе, что Хамид Абулович представлять будет нашу республику на параде Победы. Я хочу вам доложить, что в 1985 году, будучи слушателем военной академии, я тоже принимал участие на параде Победы в честь 40-летия Победы. Так что, когда вернётесь, мы с вами обменяемся впечатлениями. Удачной дороги вам! В региональном отделении Всероссийского общества слепых концерт получился душевным. Исполнение песен военных лет у гостей праздника вызвал только положительные эмоции. Такой день, слёзы доворачиваются на глаза. Всё очень прекрасно. Спасибо вам. День радостный. Чтобы всё ушло плохое, а хорошее всегда будет с нами. Дети с нами. И правда будет с нами. И победа будет с нами. Уже ходили в школу наши внуки, но милые песни по главам. Альвина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Корчаево, Черкесия. Сегодня в Черкесске прошла конференция «Победа одна на всех». Она проходила на территории Никольского собора Черкеска и собрала представителей власти, общественных организаций, духовенства, а также школьников и студентов. Почётными гостями стали ветераны Иван Прокопов и Джигафар Дауров. Были заслушаны доклады по истории Великой Отечественной войны. Говорили о вкладе многонационального народа Советского Союза в победу над Германией и освобождении Европы от фашизма. Сотрудники МЧС Республики организовали выставку, на которой были представлены фрагменты вооружения и снаряжения советских и немецких солдат в годы войны, найденные спасателями на территории Республики в ходе проведения спасательных работ. Я хочу напомнить, что сегодня у нас тоже такое религиозное значимое событие – День памяти Георгия Победоносца. Именно в 1945 году, в этот день, уже наши солдаты чувствовали уверенность в своей победе и уже всё говорило о самой победе. И в этот день, ещё в 1945 году, отмечался праздник Светлой Пасхи. И вот таким религиозным событием для нас православных, очень знаменательным событием, уничался и День Победы. В селевочке Кенмал Карачаевского района открыли мемориальную доску супругам Узденовым Аубикиру Харуновичу и Байдемат Манафовне на доме, где они жили. Руководитель районного отделения Республиканской общественной организации «Карачаилан Халк» Аубикир Узденов был настоящим патриотом. Очень активным и энергичным общественником по его инициативе был собран большой исторический материал о жертвах депортации карачаевцев в Среднюю Азию. Установлено в Карачаево-Черкесии много памятников для увековечения памяти имён героев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Также проведена большая кропотливая работа по сплочению и прославлению рода Узденовых и карачаевского народа в целом путём проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных различным событиям и датам. А его супруга Байдемат Манафовна, заслуженный учитель Карачаево-Черкесии, внесла большой вклад в развитие образования родной республики. Напомню, Узденовы ушли из жизни в 2021 году. Сегодня с утра в дежурную часть МВД по Карачаево-Черкесии поступило сообщение, что в республике заминированы некоторые школы. Родителям сказали, чтобы забрали детей домой. Полицейскими проведена проверка, в ходе которой никаких взрывных устройств ни в одной школе не обнаружено. Сотрудники полиции организовали эвакуацию детей и преподавателей. Территория оцеплены. Все заявленные учреждения были обследованы кинологами. Предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан, не обнаружено. Личности анонимов и мотивы их поступка станут известны в ходе доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Весть из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 45 864 человека. Из них 44 596 выздоровели, 17 человек госпитализированы. Сейчас время прогноза погоды, после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии. Парачаево-Черкесии. Улица Горького, 8. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938 333 900. Продолжаем выпуск. В середине апреля мы рассказывали, что в жилых домах рядом микрорайонов Черкеска радио и телесигналы стали поступать с некоторыми сбоями. Пытаясь выяснить причину невозможности смотреть и слушать любимые программы с 9 до 17 часов, люди звонили в том числе к нам в редакцию. Тогда представители филиала РТПЦ Карачаево-Черкесской республики объяснили временные неудобства для телезрителей и радиослушателей ремонтом архитектурно-художественной подсветки антенномачтового сооружения. Однако к началу мая все проблемы были устранены и теперь узнаваемая жителями нашего региона телевышка еще ярче засветилась цветами триколора и флага Карачаево-Черкесии. «Была проведена комплексная реконструкция и модернизация существующей архитектурной подсветки, замененного оборудования на более модифицированное, что позволит в полной мере раскрыть весь потенциал этого сооружения. И пользуясь случаем хочу поблагодарить жителей города, которые отнеслись с пониманием к этим мероприятиям и надеемся, что результат того стоил». В Карачаевском районе прошли массовые гуляния, посвященные 65-летию возвращения карачаевского народа. В Учкулане знаменитый замок дружбы собрал не только жителей аула, но и многочисленных гостей. В программе мероприятия были конкурсы, выступления известных артистов и многое другое. На праздники побывала и наша съемочная группа. Мурат Женкезов подробнее. В фойе замка дружбы народов расположилась гастрономическая выставка национальных блюд Карачаевского района. Здесь представлены карачаевская, черкесская, стинская и русская кухни. Посетители знакомились также с выставкой народного изобразительного и декоративно-прикладного искусства. А во дворе собрались и старый млад. Мы сегодня радуемся, живем. Но должен помнить тот день, когда без вина погибли. Около 40 тысяч человек, половина из них это были дети. Поэтому мы должны радоваться миру сегодняшнему дню. И таких праздников я вам обещаю, что в наших аулах будет очень много. Вечная память тех, кто остался в далекой Средней Азии и смогли добраться. И хочу пожелать сегодняшней молодежи, что вы сегодня имеете то, что, наверное, вряд ли кто имеет дух, еще раз повторяю, ваших предков и этих гор. Пускай живет и долго процветает карачаевский народ. Главными событиями праздника стали конкурсы. Карачаевский народ всегда славился своими рукодельницами. Ручное вязание превратилось в настоящее искусство. Зрители с интересом наблюдали за конкурсом скоростного вязания. Уважаемые участницы, мы начинаем наш традиционный конкурс по приготовлению наших карачаевских хачинов. Мы оцениваем его по критериям. Форма хачинов, толщина теста, вкус, конечно. И главное, чтобы они были все испеченные, как положено. Главный секрет – это правильно приготовленное тесто. Участники конкурса пригласили не только понаблюдать, но и отведать ароматных хачинов. Интересно, кто из парней съест пять штук быстрее остальных. Это выяснилось на конкурсе поедания хачинов для мужчин. Дело это вовсе нелегкое, но очень вкусное. Аналогичный конкурс состоялся и для поедания шашлыков, и питья национального напитка «Боза». Для моего карачаевского народа вот большой смысл, чтобы кто-то не забылся, что несправедливо. Нас выселили, справедливость нас мастеризовала. Вот сегодня, на такой день, 65-й, отмечаем возрождение Карачая. Всем жителям Карачаева-Черкесии желаю самое главное в наше трудное время – здоровья. Здоровья будущему поколению, детям. Много еще в этот день провели интересных состязаний. Ну а центральным событием стала проверка навыков и знаний джигитов по разделыванию туши барана. Все собравшиеся с удовольствием окунулись в музыкальное прошлое и настоящее Карачае в концертной программе, подготовленной артистами Карачаевского района. Сделать праздничные выходные яркими и вкусными возможно вместе с рыбаками Камчатки. Они привезли в Черкесск свою разнообразную продукцию с рыбной ярмарки Светлана Шаганова. И вот она, наша российская рыбка из богатых водных ресурсов Камчатского края. Лучшие деликатесы перед вами на прилавке. Всеми любимая селедочка, богата витамином Д и омега-3 жирными кислотами. В ней их даже больше, чем в семге и форели. Регулярное употребление селедки позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему. Мы снова приехали в Карачаево-Черкесскую республику. Очень рады видеть обратно наших покупателей постоянных, которые к нам всегда приезжают, приходят, покупают нашу продукцию свежайшую. На прилавках вы найдете все самое вкусное и полезное. Здесь тихоокеанская крупная рыба семейства лососевых кижуч. Его коптят исключительно на натуральных опилках. Белорыбеца богата йодом. Регулярное употребление рыбы способствует очищению организма от токсинов. Улучшает обмен веществ. Наивкуснейший палтус. Популярный уже голец. Кстати, он водится только в реках Камчатки. Ну и как же без чавычи. Семги, горбуши, киты из Кумбрии. Да и консервы здесь самые настоящие. И вот она, королева ярмарки. Наисвежайшая красная икра. Найти рыбную лавку очень просто. Дом предпринимателя на Горького, 8. Центральный вход. Мимо такой аппетитной рыбки пройти невозможно. Успейте до конца недели заглянуть к нам в гости. Светлана Шаганова, Расул Бердиев. Вести. Карачаево, Черкесия. Это все вести. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова